доброе утро друзья доброе утро друзья сегодня снимаю видео с необычного места для меня значит по причине нашего развития нашей компании еще больше и больше развивая горизонты сегодня нахожусь в городе алматы это казахстан республика казахстан мы сегодня посетим торгующей организации посетим сельхозпроизводителя который купил уже нашу сервисе 4 и 6 возможно возможно в дальнейшем пройдем еще дальше в караганду компанию которая купила 2 на утилла 42 покажем как живут сельхозпроизводители здесь постараемся показать и потом мы летим к устанай к нашему другу фермеру он прилетал к гости тоже был у нас кировограде и теперь мы летим к нему посмотрим как он живет как он фермер сейчас хотел показать вид с окна моего вон там летные горы видите да медео такой классный вид а мы отправляемся на работу направляются в торгующую организацию она уже давно работает с нами десять лет наверное они покупают у нас селки возле сюда казахстан ну теперь мы их решили заиметь тут представительство от грузочную базу площадку после казахстана я отправлюсь путешествовать дальше по российской федерации в белоруссии все буду снимать показывать на связи так значит едем мы на производство компания и производитель и продавец техники компания давно продает нашу продукцию сейлки сейлки короче так мы ставим командировки еще наш боец екатерина вавилонская блудница сейчас таких уже не делал давно уже сотрудничает с нами сегодня она у нас является нашим представителем одним из наших представителей работает распространяет технику ремсинтез по территории казахстана снимал видеоролики видела это видео с мужиком на плане завра нет не понял ну очень интересно друзья смотрим сейчас будем знаком сейлки с ним компания ремсинтез работает уже много лет его представитель кировограде александр бондаренко тоже как-то с ним познакомим они партнеры сейчас едем на производство сейлки они там производят оборудование несложное так что смотрим заехали сюда на базу на их производство какое-то смотрю что-то производят какие-то арочки но стоять стоит куча тракторов нтз видите да еще сейчас проеду по базе пока ничего ни с кем не встретились который очень много ставить стоят какие-то вот глубокорреклетели и плуги похоже на то что одесские не знающего производства ротационные бороны соответственно куда деться без кировоградской су-8 славик привет тебе красненко движешь казахстане где это все есть вон богославские опрыскиватели стоят глубокорреклитель да а ой тут и даже диск впереди это вот вашего производства да да это на 6 мой радует то что делают казахстане что так потому что видите надо делать только верхней воды и нижней воды сахте у нас уплотнение почвы большой как раньше нету гусеничных тракторов удельное давление колесные они в дальнем давлении очень большой у нас просто несколько селок а тут даже район какой как район купить амантинская область купили селки научил плазма лист они кстати очень мощный да очень крутое производство они могут делать все что хочет это с одессы это с одессы Это оптихон едут к вам в плыве. Красные уже готовые. Крутиватые. Это вы реставрируете, да? Здрасте, здрасте, здрасте. Привет, все, зоро. Объяснил, что ты так делаешь. Что, червонозирка, да, сейлка? Да, вот раз нагрузка согнулся вал. Согнулся вал, да? Да, да. Видите, там подшипник был, столько подшипник поменял внизу. Ага, подшипники рассыпались. Да, рассыпать на подшипник, сколько там штук. Уже она отработала, получается, 7 лет, 6 лет. 7 лет работала. Ну, такое дело бывает, наверное, тяжелая эксплуатация. Или что-то со сборкой. Понятно, вы его обслуживаете, да? Да. Сколько там смогу, то я вражаю ему. Ага. Так, ну, такой вот цех узловой сборки, вы поняли, да? То есть Одесса привозит рамы, красят здесь. Короче, экономия транспортных расходов. Ну, весь мир так сейчас работает. Класс. Мультиватор какой он. Такой слейд-бараной. Делается тоже, я уверен, что местные фермеры советуют. Даже цистерны варят. Все очень классно, чистенько. Изготовление. Хорошо так, чистенько остров. Нет, ну, не очень. Да, очень классно. Да. Это просто для научной работы. А, тут же институт, да? Это база института, я так понял, да? Производственная. Мы сейчас зайдем, деды, это мой учитель. Здрасте. Это вы сами сделали или привезли? Да, это привезли мы, это, с Кирова отправил. Красненко, да? Это все мы здесь закусывали, все сами. Так, вот тут мы покажем, где тут Красненко закоренился, кинул свои когти, закохтился. Короче, они присылают им узлы, кое-что делается рама, ну, я так понимаю. У нас запасные части есть. Склад, да? Да, мы сейчас, ну, там склад, царстарата, вот, за полку. Угни. Ой, сколько всего. Все, мы завезли. Вот здесь на три культиватора у нас бочки лежат. В следующем случае вы завозите узлами, да, правильно? Узлы, узлай, полный комплект. Узлай, узлы, раму сами сделали, правильно? Не рамы-то, все сами делают. А в Казахстане есть производство металла, трубы? Есть заводы, которые делают трубы? Есть плуги, это, трубы. В Казахстане есть профиль производит? Труба, лист? Я производит. Производит, да? Да. В Алмате? У нас в Караганде производят, в Алмате возят. Понял, в Караганде. Каз Агро Техснап. Каз Агро Техснап, это ваш бренд, которым вы торгуете туда? Это, я виновый его. Каз Агро Техснап. Это уже старая компания, она давно идет. Понял, у вас есть колеи, понял. Это тоже пришло. Мульчик, знаете, да? Да, а это откуда? Это идет с Турции. А, Турции. Мы его комплектуем, тоже сами собираем, сейчас все. Все, и Ткали требуют бирку. Так. Промень, пожалуйста. СМТ яркие барана. Вот так вот Украина рулит. Колыбель, сельхоз, машиностроение, Украина. Вся, не только Кировоград оказывается. Я этим реально горжусь. Так, друзья, ну все, мы повстречались с Сейт Кали, значит, Каз Агро Техснап. Отнынче, отнынче официально единственный представитель в Алмате на Сейт Кали. Мы там будем открывать свое предприятие, уже обо всем договорились. Так что, Сейт Кали наш партнер. Агро, как сейчас называется? Агро. Каз Агро Техснап. Каз Агро Техснап. Запомните, Рим Синтез теперь находится там, у них на предприятии. Итак, ну немножко про заправку. Так вот выглядят заправки в Казахстане. Похожи на украинские. Очень хорошие, качественные. Red Bull тоже. Заправщица только. Темненькая. Все, уже вторая. Через QR? Чего? Через QR или по карте? По карте. А у нас нет QR, а у вас есть QR, да? Как будет на казахском бензин? Барина вам все, да? Бензин? Да. Май. Май? Сколько денег? 5800. А сколько литр бензина стоит? 38 литра. 38? 160 грамм. 38 тенге литр, да? А, нет, 152 литр. 152 тенге литр. Я думаю, сколько залезло? А, нет, литр, да? Чек вам надо? Да нет, не надо. Так, 158 тенге, а сколько это в долларах? 152 тенге. 152, сколько это в долларах? А, не знаю. Не знаете? Так, 152 тенге, да, сейчас надо посчитать. Мы просто с Украины не знаем сколько. 154 тенге. Короче, нет интернета, дома посмотрим. До свидания. Спасибо. Сейчас так, заставляй. Спасибо. Спасибо.